В этом видео мы разберемся, как настраивать стакан, что такое дельта стакана и как ее использовать. Под видео мы разместили тайм-коды для удобного поиска вопросов, чтобы не пересматривать все видео, если вас интересует конкретная функция или настройка. Итак, активируйте стакан в левом верхнем углу кнопкой View Done. С левой стороны стакана у нас отображается значение BID ASK, а с правой стороны отображается дельта стакана. Она показывает снятые и добавленные ордера по каждой цене. Например, в данном случае по ближайшим бидам было снято 8 контрактов, а по ближайшему ASK было снято 5 контрактов. Далее видим, что по следующему биду было добавлено 15 контрактов и еще ниже было добавлено 16 контрактов. И эту информацию мы анализируем в динамике и делаем выводы на чьей стороне перевес. Есть два типа дельты. Настройки находятся в menu Setup, Silence, Misclinance и прочее. Dom Delta by Self. Это как раз таки снятые и добавленные ордера. И второй тип дельты это Mirror Level, то есть зеркальный уровень. Она показывает разницу между равноудаленными или зеркальными уровнями, позволяя отценить перевес между бидами и ASK. Давайте рассмотрим на примере, что она отображает. Эта дельта сравнивает первый ASK и первый бид. Видим, что по ASK у нас 19 лотов, а по бидам 45. Перевес 26 контрактов на стороне покупателей. Далее аналогично сравнивается второй ASK и второй бид. 54 контракта и 89. 35 лотов преимущества на стороне покупателей. Таким образом мы можем сравнивать в моменте, на чьей стороне перевес, где больше бидов, где больше ASK. И далее разберем настройки стакана. Находятся они в MarketWatch, Setup, DomSellings. Chart Margin. Это отступ стакана от графика. Для примера, увеличим его, поставим 50 пикселей и видим, что стакан отодвинулся от графика. Show Total Volume. Отображение суммарного количества бидов и ASK. Суммарное количество ASK отображается над ASK, а бидов под бидами. Далее настройка расположения суммарного значения бидаск. Отобразить их можно с правой стороны, возле текущей цены. Выбираем Write. И видим суммарное значение сразу возле цены. Total Volume Levels. Количество строк, за которые будет считаться суммарное значение бидаск. Далее идут настройки цветов суммарного значения. BitColor 1, BitColor 2. Это настройки цветов гистограмм бидаск. Более темным оттенком отображаются относительно мелкие значения. А более ярким оттенком отображаются относительно большие значения. И аналогично для ASK. Далее настройка цвета рамки стакана и времени. Цвет последнего беда. Цвет последнего ASK. Self Delta Up. Self Delta Down. Это настройки гистограмм Self Delta, отображающие снятые и добавленные ордера. Более темным отображаются значения относительно малые, а более яркие значения относительно большие. Большие настройки Delta Mirror аналогичным образом. Все данные цвета мы можем сменить по своему усмотрению. Еще в Histogram Always. Отображение гистограммной стакана. Отключив ее, отображаться у нас будут лишь цифры. Далее настройка цвета шрифта бедов, ASK и Delta. В режиме включена гистограмма. Flow by Cell Color. Это настройка гистограммы Flow by Cell. Отображающая исключительно маркет ордера. По данному модулю на канале будет отдельное видео. Возможно уже к этому моменту оно вышло. Также отметим возможность фильтрации бедов и ASK в стакане. Setup. Other Limit. Итак, рассмотрим настройку лимитов на примере ASK. Указываем значение ASK, допустим, 120. Далее выбираем цвет шрифта, цвет гистограммы и цвет границ очейки. Также можем указать время действия лимита. И нажимаем New. На этом у нас все. Если у вас есть дополнительные вопросы по настройке стакана, по его опциям, то просим обращаться в нашу всех поддержку по контактам в описании. Благодарим за внимание и хорошего дня.